В эфире вновь передача Сагдиана. Добро пожаловать в мир нежности и красоты. Чем же занимаются звезды в свободное время? Трудно сказать, но о ней я могу сказать точно. Она всю себя посвятила своим детям, потому что они – смысл ее жизни. Заслуженная артистка Узбекистана Райхун Ганиева. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Мы так рады вас видеть. Спасибо огромное, что пригласили. Вы знаете, никому не секрет, все мы знаем, все заметили, и ваши слушатели, ваши фанаты, мы, что появление ваших детей украсило вашу жизнь, изменило на все сто. Расскажите об этом. Ну, на самом деле, с появлением моих детей я обрела смысл жизни, и... Потому что мы, когда молодые, мы очень часто задаем себе, да, этот вопрос. А для чего же, для чего же мы пришли на этот свет? И вот с появлением моих детей я поняла, наконец-то, для чего. Потому что это счастье, это радость, и это будущее. На данный момент это все, для чего я живу. Вот сейчас самый важный этап в вашей жизни. Вы отдали своих детей в детский садик. Как они привыкают, как вы привыкаете? Это, наверное, тяжело. Каждый час, может быть, каждую минуту, я не знаю, звоните. Как там мои дети, как они, что они делают? У вас тоже есть такое, да? Нет. Я пока не звоню, потому что я там с ними нахожусь. Значит, вы там находитесь с ними вместе. Сколько часов они там, и вы рядом? Ну, мы пока полдня, но мы немножко хитрим. То есть в группе мы уже не находимся. А где? Мы стоим за дверью, и я подслушиваю, они не плачут. А то есть они вас не видят? Ну, вот когда выходят на улицу, то они нас уже, конечно же, встречают. Встречают и сразу ходят к маме. Ну, мы вместе там с детками, то есть я там работаю уже воспитательницей. И мы вместе все, да. И мы вместе со всеми детками. Ну, как-то хочется, чтобы адаптация прошла очень мягко, потому что я наблюдаю над детьми, которые очень резко родители оставляют. У них, конечно, очень серьезный стресс. И мне, например, очень-очень страшно. И в художественной школе есть возможность, да, вот по утрам. Как бы я не очень занята по утрам, поэтому есть возможность как бы... Вместе заходить. Мягко-мягко, да, переходить. И вместе ходим в садик. А как они вас встречают, когда вот видят, вот несколько часов они в садике, и раз они увидели вас? У нас, конечно, безумная, безусловная любовь такая друг к другу. Потому что, наверное, они чувствуют, насколько сильно я их люблю. И отвечают мне взаимностью. Это очень хорошо. А вот какой совет вы можете дать при подготовке к садику детей? Ну, конечно же, нужно очень много разговаривать. Потому что детки, несмотря на то, что кажется, что они очень маленькие, на самом деле они все-все-все понимают и все записывают. Поэтому мы очень много разговаривали на эту тему. Я объясняла, что это очень здорово, что там есть занятия, есть другие детки. Это так весело. То есть, когда мы шли, они уже знали, ну, примерно понимали, что такое садик. Но мы еще год ходили в школу, карьера с колыбелью, поэтому им немножечко этот мир уже знаком. Когда есть детки, когда есть учитель, в данном случае воспитатель. То есть, им немножко уже это близко, поэтому мы так мягенько-мягенько переходим. А чему вы учите своих детей? Очень искренному отношению к миру. Потому что они настолько... Если они обижаются, то они обижаются по какой-то причине. То есть, мы же часто иногда там... Хм, я обиделась. То есть, здесь такого нет. Здесь есть какая-то причина. Настолько они могут радоваться совершенно каким-то маленьким вещам, каким-то мелочам, на которые ты просто не обращала раньше внимания. И они тебя учат заново открывать мир и любить этот мир. Потому что, на самом деле, я вот с приходом них, я дорожу каждой-каждой секундой. И я жалею о том, что я вот, может быть, так растрачивала свое время на какие-то совершенно ненужные вещи, на какие-то там соцсети, какие-то сериалы. То сейчас я как-то стараюсь более рационально распределять свое время. А вот вы следите за питанием, за режимом своих детей. Да. Как нам сказал наш педиатр, режим – это все. Значит, режим – это основа. Это основа, да, основа здоровья. Это хорошо. Кстати, у нас следующая рубрика о педиатрии. Посмотрим вместе. Здравствуйте. Хотела задать вопрос педиатру. Есть ли у нас какие-нибудь новые современные оборудования или какие-либо методы для лечения ребенка? Мы живем в 21 веке. Конечно, все области нашей жизни меняются и меняются достаточно быстро. Естественно, такие изменения есть и в медицине. Медицина 21 века кардинально отличается от медицины. И первое, и самое главное – медицина сейчас доказательна. Каждое лекарство должно быть обосновано в применении. Каждый диагноз должен быть подтвержден. Никаких лишних препаратов, лишних назначений сейчас не допускается. И доктора должны обосновывать свои диагнозы не только для больных, но и для самих себя, для своих коллег. В нашей сегодняшней терапии мы стараемся использовать все меньше лекарств, потому что многие вещи можно заменять и другими аспектами. И физиотерапией, в частности, и психологическими моментами. Большая часть болезней так или иначе связана с нервной системой. Нашим организмом управляют три системы. Гуморальная, то есть эндокринная, иммунная системы и нервная. Между собой они общаются. Если какие-то стрессы в нервной системе, они передаются обязательно в иммунную и в эндокринную систему. В своей работе мы используем огромный опыт, накопленный психологами за последние сто лет, начиная от Дигмунда Фрейда и заканчивая работами наших психологов современности. Большая часть болезней можно вылечить словом, не обязательно применять таблетки. Непосредственно работает целое направление арт-терапии, то есть терапии с помощью искусства. Большая часть вопросов закладывается родителями. Все эти болячки закладываются родителями еще в детстве и психологией ребенка. И именно с этим грузом проблем ребенок идет по жизни. Если сейчас мы вкладываем правильные установки в мозг ребенка, то он в будущем развивается гармоничным, красивым, правильным человеком, который будет наслаждаться жизнью. Вы своих детей учите, как правильно держать ложку, как кушать, как убирать, собирать игрушки. Вы знаете, еще есть важная вещь. Каким способом вы учите своих детей быть счастливыми? Я думаю, что это нужно предоставить им свободу. То есть если они что-то сломают, я никогда не поругаю. То есть я пытаюсь объяснить, что это неправильно. Мне кажется, что чтобы они были счастливыми, нужно их просто очень-очень сильно любить. Многие мои друзья говорят, что ты растешь эгоистов, это неправильно. А почему они так говорят? Нужно ругать, они у тебя избалованы. А я говорю, вы знаете, они сейчас слишком маленькие, чтобы что-то там осознавать. И будь они сейчас балуются, это их детство, это их сейчас время. Будет время, когда, наверное, я буду уже более жестче относиться к воспитанию, но сейчас мое сердце не позволяет пока как-то давить, ругать, быть жестче. Я пока просто не способна. У меня, наверное, более такая японская методика. То есть это не специально. До пяти лет не ругать. До пяти лет позволять им все, да. Я надеюсь на садик, что мне поможет, потому что у нас дома полная свобода действий, и они, конечно, из меня вьют веревки. Ну это хорошо, вы детям дарите счастливое детство. Чтобы дети были счастливыми, мама была всегда сияющая, с улыбкой, радостной. Вот тогда дети, оказывается, учатся быть счастливыми у родителей. Ну я считаю себя очень счастливым человеком. Я благодарю Всевышнего за каждую секунду своей жизни, потому что, во-первых, у меня есть такие дети, у меня есть возможность их видеть, растить. И я вообще могу видеть этот мир, ходить, слышать, чувствовать, дышать. То есть я просыпаюсь, и я понимаю, что я все это могу. У меня есть любимая профессия, у меня есть прекрасные друзья, прекрасный дом, мои близкие, родные. У меня даже собака моя любимая. То есть столько всего любимого есть в моей жизни, поэтому я, безусловно, счастливый человек. Вот только что я хотела задать вопрос насчет женского счастья, но вы мне ответили уже, что у вас столько всего, вы действительно самый счастливый человек. Нет, ну, конечно, не самый счастливый. Самый счастливый по словам. Но считаю себя очень счастливым, да. Это хорошо. Ну, тогда я задам все-таки этот вопрос о женской счастье. Все равно хочется быть женщиной, счастливой женщиной. Вы счастливая мама, вы счастливый друг. Хочется быть иногда счастливой женщиной и, не знаю, позволять быть счастливой себе? Безусловно, безусловно, потому что я тоже человек, я женщина. Но я только обращаюсь к Всевышнему, чтобы Он указал мне правильный путь и послал мне достойного человека, надеюсь на это. Мне остается только иметь собор, терпеть и ждать этого прекрасного случая. А пока я наслаждаюсь тем, что имею. Вот сейчас тоже вы говорите и сияете, понимаете? Вот это вот, да, вот это вот счастье, вот это радость, оно все-таки дает о себе знать. Когда ты осознаешь, что ты должен благодарить Бога за то, что имеешь, Он даст тебе больше. Нельзя хныкать, и я всегда помню, что уныние – это тяжкий грех. Говорят же, когда вы говорите спасибо чему-то, вам еще дается возможность говорить еще спасибо и спасибо в дальнейшем. Ну да, я тоже в этом верю. Такие подарки, получаете такие подарки, что в итоге опять говорите спасибо и спасибо. Это хорошо, вы знаете некоторые правила по психологии. По-моему, многие правила вы знаете по психологии. Вы хотите поговорить об этом? Да, конечно. Может, скажете какие-нибудь еще секреты, а мы послушаем вас по психологии. Нет, 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 я не психолог, и на самом деле это большая ответственность, да, давать какие-то советы, поэтому не рискну. Хорошо. А как вы скажете на это? Говорят, что люди не находят счастье, а создают. Бывает, конечно, у любого человека какие-то там моменты, да, сложные и грустные, но я считаю, что что бы ни происходило с человеком, и какие бы испытания не выпадали на его дороге, да, я считаю, что все нужно пережить достойно. И счастливые моменты жизни, а также и какие-то сложности, самое важное – это пережить достойно. А когда вам внутри плохо, ну, любая же погода может быть у нас внутри, то солнце, то тучи, то дождь, ураган. Вот когда вам плохо, как вы изливаете душу? У меня есть очень близкая подруга Сальдиана, с которой мы делимся всем. Что у вас происходит, и она знает все. Все, абсолютно. Почему мы ее не позвали? Круглосуточно, мы просто на связи, и я, конечно, делюсь с ней, выплачу все, часа два, и потом думаю, все, пора спать. Все, мне уже легче. Да, об этом я подумаю завтра. Это очень хорошо. Вот мы наблюдаем, что вы пишете по Инстаграму, все ваши комментарии, и там иногда вот ваше настроение можно почувствовать. Иногда такие стихи, они печальные, а иногда то, что жизнь, она прекрасна. Вот поэтому тоже мы узнаем ваше настроение. Да. Все вы знаете. Все мы наблюдаем. Потому что мы вас любим, райхон. Спасибо. А чем вы занимаетесь своими детьми? Что-то учите, стройте какие-то кораблики, самолетики. Вы умеете это делать? Они у меня очень неусидчивые. Они такие гиперактивные, такие гиперэнергайзеры. Они любят активный отдых, то есть они постоянно что-то делают, плавают, бегают. Им скучно сидеть на одном месте. Единственная игра, которая их более-менее заинтересовала, и то это там минут семь. Потом все, они уже все раскидывают, все, все, мама, муж, и... А что делать со всей семьей? Эта игра называется ассоциацией, там совершенно простые картинки. То есть нужно найти, например, если собачка, то есть будочка. Если, например, корова, то молочко. То есть там она буквально из двух карточек состоит, это вот ориентировано на наш возраст, и вот мы сидим с ними подбираем. Мне тоже стало интересно. А еще мне интересно, умеете вы из бумаг сделать кораблик? Оригами или самолетик? Самолетик долгие. Умеете? Да. А вы можете сейчас сделать? Да, давайте. А я, вы знаете, я схожу, у нас есть такой мир прекрасный, салон свадебных платьев, а вы мне сделаете из бумаг самолетик. Все, договорились. Салон свадебных платьев – это место, где чьи-то мечты сбываются, где можно увидеть море ярких эмоций. Какие же эмоции у нашей героини? Давайте же узнаем. Евелина, добро пожаловать. Здравствуйте. А что так тихо? Я немного нервничаю, потому что я привыкла быть по ту сторону кадра, а не присутствовать в его. Я надеюсь, когда вы увидите платье своей мечты, вы намного успокоитесь. Я в это верю. А какое вообще платье вашей мечты? Ну, я, как и многие невесты, не могу определиться с выбором между рыбкой и пышным или А-образным. Надеюсь, специалисты нам помогут. Да, конечно, нам специалисты помогут. Я надеюсь, мы сейчас же найдем то самое платье вашей мечты с помощью специалистов. Пойдемте на пост. Идемте. Субтитры сделал DimaTorzok Образ Евелины почти готов. Кто же создает эту красоту? Стилист, профессиональный стилист Аида Каримова. Очень приятно вас видеть. А что вы применили на практике, создавая этот образ? Сейчас в тренде нежные цвета макияжа. Это позволяет невесте выглядеть очень нежно и естественно. Цвет дровей должен обязательно соответствовать цвету волос. Если обратить внимание на прическу, я подобрала ее под стиль платья и обязательно учла форму лица. Очень хорошо. Евелина, вы прекрасны. Спасибо большое. Платье вам очень идет. Спасибо. Евелина, мы вас пригласили не только для этого. Мы знаем, что вы профессиональный фотограф и вы можете нам дать некоторые советы. Вот, например, у меня не всегда хорошо получаются фотографии. Что вы можете мне посоветовать? Прекрасный пример, что мы можем сразу показать на вас. Ну, первый мой совет, это правильно знать ракурс. То есть, смотреть относительно линии челочки или даже если нет челочки, то линии зубок волос. Ну, смотрите, идеально для вас ракурс. Как раз вы сейчас об нем стоите. Это в три четверти лицом ко мне. Нет, уже ошибочка. Ручку вот эту сгибать. Тогда будет более женственный и красивый силуэт. И если вы немножко сделаете вот эту ногу вперед, правую ногу вперед. Это когда полностью снимает, да? Да, это в полный рост. Это основные правила и принципы, которые, в принципе, может пользоваться любая девушка. Как и невеста, так и будущая невеста. Или уже, или мамочки, или все подряд. Вот. Если, что касается портретной фотографии, лучше всего знать правильные свои три четверти в повороте. Либо прямой, либо, что более редко, это правильный профиль. Но девушка... А как? Как? Узнать, что у меня где, у меня правильный профиль. Каждая девушка у нас по-своему прекрасна. Но для нее лично самой будет ее самый лучший, фаворитный ракурс. Портретную фотографию я могу даже объяснить на своем лице. Мой любимый ракурс, это левая сторона в три четверти и немножечко носиком вниз, чтобы скуловая часть и лобные были соответственно и красиво смотрелись в кадре. И так как у меня немножечко тяжелое веко, я глаза всегда приоткрываю и ресничками его можно немного спрятать. Нужно приоткрывать, да? Да, это маленькие тонкости, но они очень сильно действуют в кадре. То есть девушка уже половину работы красоты делает. То есть стилист делает основу, а девушка уже дополняет свой образ правильным ракурсом. И что касается свадебной фотографии, в день свадьбы, дорогие невесты, запомните фотограф, это ваш самый лучший друг, видеооператор и фотограф. Это вот просто ваши феи. И нужно с ним изначально поговорить, объяснить, спросить у него совет. То есть... А какие советы вы даете невестам? С невестами я пытаюсь найти общий язык, какие-то общие интересы, чтобы расположить к себе человека. И тогда человек более открывается и он доверяет вам. То есть он уже не волнуется, он уже видит вас в помощника. А это самое важное для фотографа в отношении к невесте и у жениху тоже. И для ведущего. Вы как себя чувствуете? Которно, очень. Когда мы общаемся, все, это мой плюс. Эвелина, а как нужно фотографироваться в свадебном платье? Надо учитывать модель свадебного платья. И при выборе свадебного платья нужно знать, что вам больше подойдет под фигуру. Довериться профессионалам, специалистам, которые вам подскажут. Покажут разные варианты. У меня сейчас на мне А-образный силуэт, в котором нужно держать правильно спинку, то есть ровненько. Да, это будет тяжело, но это будет прекрасно на фотографии. Каждая невеста должна помнить об образе в целом. Начиная от прически, фаты, украшений и заканчивая платье в целом. В А-образном силуэте лучше всего показать осанку и прямые плечики, чтобы можно было посмотреть красивую вышивку в зоне декольте. Ну, оно все безумно прекрасно, его можно со всех сторон фотографировать при любом ракурсе. Потому что, мне кажется, невеста всегда красивая, когда она счастливая, а в свой день свадьбы она безумно счастлива. Это самое главное. А вот еще один вопрос, Евелина. Мы свой праздник никак не можем представить без селфи. Это сейчас самая модная и основная, потому что иногда у невесты под рукой никого, она одна и только телефон. Мы можем прямо на примере сейчас с вами даже это попробовать, как подружка невесты. Самое главное улыбаться на селфи. Так, и Света, идемте поближе. Поближе. Да, чуть-чуть, чтобы мы сравнялись, потому что на высоких углачках, чтобы лазь хорошо красивую. Немного ко мне идемте и носиком сюда, в эту сторону. Куда? Ко мне. И улыбаться, смотри с камеры. Улыбаться. Еще. Светись, светись. Большое спасибо, Евелине. По-моему, у вас еще есть один образ, да? Да, я так и не смогла выбрать. Может быть, подскажет консультантами леди или вы, какой образ лучше. Мне и тот, и этот нравится. Ну, я думаю, они вам подскажут самый правильный выбор. Давайте для начала подемонстрируем первый образ. Хорошо. Вам на подиум, а потом уже второй образ. Все для вас, все для вашей красоты. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже так, Авелина? Мы очень рады Я не хочу его отдавать никому Оно прекрасно, в принципе, как и все платья, которые у вас в салоне Спасибо большое за теплые слова Спасибо вам за помощь Этот образ очень подошел Вы просто сверкаете, глаза горят И сразу видно, невеста засверкала, засияла И поднялось настроение А еще я хочу сказать, что мы не зря вам подобрали этот образ Сейчас платья капучино, цвета капучино Тренды этого летнего сезона Они особенно популярны И на вас это платье смотрится бесподобно Спасибо большое Сегодня наш день прошел очень позитивно, весело И мы вас будем ждать в нашем салоне Ваши счастливые дни Спасибо, спасибо большое Спасибо вам большое Спасибо за улыбку, за подарок, за яркие эмоции А я? Я поспешила к райкону У нас там важный разговор Ух ты, какие самолютики А может мы с вами вместе будем играться Ставим детство наше Райхон, вы знаете, говорят, что вы вообще не меняетесь Вы какой были, такой и остались Вы еще вот говорят, что вы эталон стиля и красоты Ваши фанаты вам подражают Как можно не меняться столько лет? Вы мне скажите, пожалуйста, этот секрет Нет, на самом деле я меняюсь, конечно И может быть это, ну, как-то не близким людям, наверное, незаметно Но, например, я сама замечаю, конечно, какие-то возрастные изменения Которые неизбежны И, конечно, их принимать не хочется Не хочется Не хочется А что вы говорите? Сколько мне лет? Вот душевно Вот Мне? Душа ваша Что говорит? Мне 25 25? Хорошо Хорошо Я сейчас надеялась услышать 18 Ну, нет, ну, конечно, не 18 Ну, 25 28 Вообще нам 20 с лишним, после 20 все лишние Да, правильно? Все лишние Каждому выходу на сцену Это, может быть, ваш концерт Может, другой концерт Не знаю, вы гости, может быть Вы тщательно готовитесь У вас костюмы тоже разные Вы действительно готовитесь ответственно к каждому выходу? Ну, да, конечно Потому что это моя работа И, наверное, первое, что мне привели с детства Это чувство ответственности за все, что ты делаешь Очень красиво И откуда приходит столько идей? Вы мне скажите, пожалуйста Когда вы играете с детьми А Второе, когда вы готовите что-то Не знаю, вы знаете, идеи приходят сами по себе То есть, я не знаю, может быть, это свыше Мне кто-то подсказывает Но В любом моем деле Идеи приходят сами по себе Вот, например, сегодня я придумала Фотосессию на концерт Которая будет В феврале месяце И Я мучилась, мучилась Я встречалась с фотографом И Ну, примерно, хотя бы не знаю Может быть, вот так или вот так Не знаю А сегодня я сидела-сидела И там О-о-о Идея Идея Да И какая-то была идея Не скажу Конечно Ну, ладно Мы со временем об этом Обо всем узнаем Я надеюсь, да? Конечно До февраля еще есть время Может быть, в феврале Во время концерта Вы удивите опять всех Ну, да, у меня уже Есть идеи Очень много Причем На следующий год Приходят идеи Во время подготовки К этому То есть Я начинаю всех мучить А если вот так Подожди Вот это Приведет А если вот так Успокойся То есть На самом деле Мозг Наверное Работает В десятки раз больше Чем он В обычном состоянии Да То есть И выдает Какие-то постоянные Идеи Ну Мы думаем На этот раз Тоже будет что-то Необычное Ну, куда хадаться Чем-то Нас обязательно Райхон удивит Буду стараться Вот Говорят, что Вы хороший друг Вы У вас Гяб Бывает, да? Вы собираетесь У вас Гябы разные У вас очень много Друзей Какой вы друг? Какие у вас друзья? Ну Близких друзей На самом деле Не очень много И Есть друзья Знакомые Я Вообще Со всеми Пытаюсь Держать Какие-то теплые Дружеские отношения И Благодарю их За то, что Они тоже Являются Моими друзьями И считают Меня своим другом Но мы знаем Что у вас есть Самая лучшая Подруга Можно так сказать Самый близкий человек Это ваша сестренка Насиба Конечно Самый близкий человек И кому вы можете довериться На все сто Да Безусловно Вот Недавно Она родила Латифа, да? Я их зовут Сказали Очень красивое имя Расскажите об этом Ну она такая Малышечка И Маэстренка Говорит Знаешь Я не чувствую Что это мой первый ребенок Мне кажется Что это уже третий Потому что Она Настолько плотно Помогала мне С Поднятием Детей Что она считает Что она считает Что это Как бы тоже Уже ее дети Потому что Вот я сейчас вижу Оказывается Как растить Одного ребенка Конечно С двумя Это очень сложно Очень сложно Я помню Я от бессилия Лежала на полу Настая Две люльки Я к ноге Привязывала ленточку И здесь Качала И тут Ногой просто Докачала Потому что Я безумно Хотела спать Если кто-то Просыпался Я вот так вот Укачивала Я представляю У нас не были Дежурством Теперь Ты Ты Вставай Нет Ты Вставай Я же Сейчас Вставала Когда двое Конечно Это Очень сложно Когда двое Тем более Друга Будет У нас Такая типная Реакция Их характер Разный Они очень Разные Разные Но Мне кажется Этим они Интересные Они абсолютно Такие Индивидуумы И Они разные И С каждым Очень интересно Вот знаете С ними Садишься И разговариваешь Беседуешь Они тебе Отвечают И Не знаю Мне с ними Очень интересно Разговаривать Представляю Вы знаете Наверное Недавно Я вам Об этом Говорила Когда Вы с ними Играетесь Вы наверное Становитесь Ребенком Как и они Ползаете Вместе С ними Да Я и прыгаю И ползаю И бегаю И ковыркаюсь Вместе С ними То есть Я такая На равных У нас есть Блиц Вопросы Для вас Я готова Первое слово Ваших детей Ислам Он сказал Бэу Бэу Это наша Собака Бэн Имран Сразу Стал Говорить Несколько Слов Какие слова Мама Это было Наверное Так приятно Это было Очень приятно И когда я Первый раз Услышала Я Очень долго Плакала Когда мой Первый раз Я увидела Как они Первые Первые Шашки Я Плачу Я вообще Очень такая Сентиментальная Очень чувствительная Цвет вашего настроения Белый Ух ты Вот как раз Вы белым Да А вы боитесь Показывать свои чувства Нет Я очень искренний человек По мне все видно Я не умею скрывать Райхун А где вы живете Обычно Кто-то живет В прошлом Кто-то В будущем Кто-то Здесь И сейчас У вас Я живу Сегодня Потому что То, что было И тоже прошло То, что будет Мы не знаем Я живу Сегодня С мыслями О будущем Вот так Представьте Что я золотая рыбка Ну На чуть-чуть На секунду Представьте Что бы вы хотели Заказать Чтобы появилось На этом столе На этом столе Да Нет Я не хочу Чтобы на этом столе Что-то появилось Я бы хотела Пожелать Загадать Чтобы все детки На свете Были здоровыми Мне кажется Что это Не знаю Это моя такая Я постоянно Об этом думаю Мечта И когда я вижу Какие-то Фотографии Детей Которые болеют Я не могу Остаться равнодушной И для меня Это просто мечта Райхон А умеете вы прощать? Да Что вам не нравится В шоу-бизнесе? Ну, когда иногда Ты здороваешься с человеком Он тебе не отвечает Куда вы хотите поехать Но не можете? Ну, я бы хотела Путешествовать По Европе Мне очень интересно Посмотреть архитектуру По каким-то Историческим Памятникам Походите Но Не могу Потому что Хочу поехать Со своими детьми И они еще маленькие Ну да А слова Которые вас вдохновляют? На самом деле Мне нужно хвалить Да То есть Бывают же Разные психотипы людей Да Я из тех людей Которые нужно хвалить И Я от этого не зазнаюсь Мне хочется работать дальше Мне хочется сделать Что-то еще лучше Вперед А когда меня ругают У меня просто Как будто Мне по рукам бьют И мне хочется закрыть И все И ничего не делать Ну вот Такой у меня характер Ну есть и таких людей Когда говорят Ты лучший Ты сможешь И они Ох Да-да-да Я смогу Конечно Райхон На что вы похожи? Так Я перечислю Цветок Солнце Птица Луна Радуга Ураган Ветер Земля Я земля Потому что на ней есть И радунка И цветок И ураган И на него светит солнце Ух ты Вот Все в одном Какие три вещи вы берете с собой в путешествие? Телефон Косметичку, кстати, могу забыть Обязательно Я хотела сказать, обязательно Я не забываю Как так можно? Могу забыть, да Приятно было Спасибо огромное Вашим деткам Спасибо Чтобы всегда вы улыбались Вам действительно идет улыбка Спасибо И говорят Человеку украшает Именно ваш Этого человека улыбка Спасибо Вы всегда улыбались Мы вас видели Такой довольно счастливой И счастливыми детьми Спасибо огромное Я всем нашим телезрителям Желаю Прежде всего любви Мне кажется Для любви мы и рождены Поэтому Любите и будьте любимы Как мы уже говорили Счастье не находят А создают Вы достойны Самого лучшего Бесконечного счастья До новых встреч Хамкорамыз Милэди Тойлебослары салона Субтитры создавал DimaTorzok